ДИЗЕЛ ШОУ Дорогие украинцы, я как представитель Министерства Здравоохранения спешу вас обрадовать. В государственной больнице в полном объеме закуплены все необходимые медикаменты. Так что теперь каждый украинец сможет испытать на себе все блага бесплатной медицины. Ай-яй-яй-яй-яй! Больно! Больно! Помогите! Ай, больно! Сейчас тебе помогут! Вы уже в больнице? Мне тут две недели назад так помогли. Да, доктор? А что происходит? Зачем вы притащили к господина Сердюкова? Не мог самостоятельно передвигаться. Ножку сломал. Какую ножку? В ту, за которую он меня тащит! Вот эту. Скажите, что я могу для вас сделать? Вы же доктор! Позвоните в полицию! Тихо, тихо! Не надо никакой полиции. Мы сюда пришли лечиться. Бесплатно. Пожалуйста, я не хочу лечиться в этой больнице. Никто не хочет. Тем более бесплатно. Никто не хочет. Но надо! Ты же прописан в этом районе. В этом? В этом! Вот. Значит, лечиться можно только тут. А как вы ножку сломали? Подскользнулся? Да трынделся. Я, кстати, доктор, хочу вас предупредить, что это инфекционное заболевание. Я его носитель. Я понял. Давайте быстренько. Проходите, проходите. Что значит быстренько? Нам не надо быстренько. Нам надо, как все, в очереди постоять. Давайте сегодня можно без очереди. Как это без очереди? А вдруг кто-то придет от Ивана Ивановича? Не придет. Почему вы так думаете? Потому что я Иван Иванович! Ивана Иванович! Ничего себе мне прет сегодня, а! Так что будем делать, доктор? Ну, я могу вас принять прямо сейчас. Как это? В неприемный день? Без предварительной записи? Без карточки? Без номерка? Не, нам такие поблажки не нужны. Мы пойдем сначала... В регистратуру... Ну, 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 куда вы? Ну, куда вы? Регистратуру, карточку завести. А, тем более у вас же, это, не дежурная больница? Ну... О, нам нужна дежурная. У вас же обезболивающих нет, наверное, да? Пожалуйста, не надо. Это уже третья больница. А что? Что это он орет у вас в кабинете, доктор? Ну-ка, крикните на него. Крикните, эти же пациенты, они спокойную речь не понимают. Крикни, я сказал. Люточка, коляску! Ему срочно нужно на рентген. Срочно? Чего это? У него шо, инфаркт? У него всего лишь перелог. Это шо еще такое? С колесами? Нет. У меня была без колес. Ну, скажите, ну вот как он доберется на рентген? Как вы доберетесь на рентген, Иван Иванович? Пешком дойду. Пешком дойдет? На девятый этаж. На девятый. Как на девятый? Рентген на девятом? Какой идиот это придумал? Чиновник один из министерства. Вы, может, даже с ним виделись. В министерстве? В зеркале. Дуй давай на девятый. Давай, давай, давай. Ну, пойду. На девятый этаж. Куда ты с бахилой? Правильно я говорю, доктор? Правильно? Ну, вообще-то, действительно, нужны бахилы. Но, знаете, у меня есть, я ему сейчас дам. Шо значит дам? Доктор, я ж вас предупреждал. У меня переломы передаются воздушно-капельным путем. Я понял. Про дам. Про дам прямо здесь. Прямо здесь? Как так? Не на пункте у медсестры. Там, где-то там. А у вас здесь? Это ли не коррупция, доктор? Ну, получается, коррупция. Надо идти к медсестре. Надо идти. Олег Петрович, бахилы закончились. Посылайте всех в четвертый корпус. Сегодня прямо, прямо мой день, а? Я вас очень прошу. Ну, позвольте, я дам ему свои бахилы. Одна поблажка? Ладно, одна поблажка. Спасибо. Давайте, мой хороший. Во-во-во-во, доктор, что это вы делаете? Одевает, пускай сам. Ему же надо ногу разрабатывать, как мне. Да, доктор? Ну, давай, давай. Все получится. Все получится. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Смотри, получилось. А я часа полтора вот так корячился. Ну, давай. Давай. Идите, мой хороший. Идите. Девятый этаж. Девятый этаж. Иван Иванович. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Рано. Да как же, хороший мой. Чу-чу-чу. Доктор. Понимаете, я хотел... Ждем. Иван Иванович, на каком этаже? Третий. О, теперь давай. Там нужно пленочку купить на первом этаже. Твою мать, раньше сказать нельзя было. Слыхал? Прямо меня процитировал, а? Я пока направление выпишу, пока он возвращается. Давай. Вот, все. Давай, посмотрю. Не, не подходит. Почему? Слишком разборчиво написал. Так ему сразу продадут, что ему надо. Что, давайте коряво. Не надо писать. Сначала нужно пройти обследование. Правильно? Так, давай. Садись. Сейчас мы Людочку вызовем. Людочка, зайдите. Так. Да, Олег Петрович. Ну-ка, что это с вами? Люда. Вы что, трезвая? Так еще же утро. А когда это нас останавливало? Ну-ка, идем. Пойдем. Так. Где? О, доктор, доктор. Сейчас. Давай. Тебе для храбрости надо. Тебе сейчас кровь надо брать у пациента. Давай. Я не могу. Людочка, хочешь жить? Пей. Давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. С локтя по-гусарски. Как в тот день. Вот другое дело. Давай. Я вас пока осмотрю. Вот здесь как. Опа. Что вы делаете? Осмотр. Вообще не так все делаете. А как тогда? Садитесь за стол. Открывайте компьютер. Запускайте танчики. Они уже открыты, да? Вот, играй в танчики, давай. Убивай людей, ты же это любишь. А ты? А ты рассказывай ему, как ты вчера погуляла на дне рождения свекрови. Значит, приехала к нам мама. А ты давай. Мы налепили жопу сок. А хлопца, она целая. Доктор, посмотрите, пожалуйста, очень больно. Такое ощущение, что перелом, доктор. Потом открыли бады. Доктор, очень больно. Вы что, не слышите, доктор? Вы сидите, играете, доктор. Да что вы мешаете? Зачем вы играете? Сидите, доктор. Вы посмотрели, вы что вы на меня? Ах, все наделает. Да-да-да, Комитин. Я вот прямо могу работать режиссером на Discovery. Прекратите вы этот балаган, посмотрите, пожалуй. Ну, действительно, хватит. Давайте уже начнем диагностику. Давайте! Молодец. Возьми у него кровь. Давай. Опаньки. Ой. Сейчас быстро поднята, не считается упавшим. А что это она делает? Зачем это она... Дежинфекция. Она же тут стерилизологом работает. На полставочки. Идем дальше. Не надо брать у него... Не надо брать у него кровь. Да-да-да, все, хватит этого. Давай теперь мочу будем брать. Давай. Давай. Давай, сам-сам-сам. Ну? Что делать знаешь? Догадываюсь. Не-а. Ты даже не догадываешься, какие приключения тебя ждут. Сначала ты будешь искать, где это сделать. Потом, когда ты найдешь это место, ты очень удивишься, что там закрыто. А через час, когда ты найдешь ключ, и все-таки откроешь это место, ты поймешь, что это не то место. И вот когда ты все это сделаешь, прямо в коридоре, на глазах у офигевшей бабушки, тебе это надо будет принести знаешь куда? В лабораторию? Нет, другому больному. Потому что больных в больнице много, а банок... Одна. Нет, ну есть же какие-то современные способы диагностики, аппарат МРТ. Да, конечно. Так он все время же занят. На нем доктор Хаус все время работает. Вот, доктор Хаус освободится, и сразу же сюда. Хотя зачем нам доктор Хаус, если и так понятно, что у тебя волчанка? Слушай, ну скажите, зачем вы над ним издеваетесь? А он первый бред начал нести про МРТ. О, кстати, что-то он бред несет. Может, у него температура? Давайте меряем температуру. А вот температурку действительно измеряем. Да! Что это, доктор? Это градусник? Работающий? Ну, конечно. Никогда у вас таких не видел. А как же это... Олдскульная? Что? Да, я не понимаю. Как? А вот этот ваш любимый Брежнев стайл? Что? Какой? Ну, прекращайте. На самом деле нам министерство обеспечило нормальные градусники. Министерство? Ну-ка. Так он же ректальный. Нет, он должен быть обычный. Но он ректальный. Нет, на самом деле он обычный. Нет. Он ректальный. Сейчас мы будем мерять температуру. Давай. Нет, нет, нет. Температура у меня... Я прошу прощения, что отвлекаю от процедуры. Здрасте. Здрасте. Может быть, у вас есть корвалол бесплатный для пенсионеров? Так, бабулечка, иди... Есть. Есть. Есть? Ой, так что, еще, может быть, сибасол есть? Есть. Так что это, я, получается, еще поживу? Поживете, бабуля. Ух ты! Раз пошла такая жара, может быть, и германское для суставов есть? Бабулечка, вот этого нет. Есть. Да ну, честное слово, нет. Ну-ка, меряем температуру. Сейчас привезут. Привезут. Ух ты! Первый раз в жизни за коммунистов не голосовала, и все сразу появилось. Волшебная у тебя палочка, сынок. Вот бы ты ее еще кому-нибудь сунул, чтобы нам коммуналку слизили. Дойдут и до этого руки, бабуля. Ага, ага. Так. На чем мы остановились? Аксель! Это еще что такое? Да мы же его вообще не от этого лечили, доктор. Ну-ка, давайте будем сейчас ставить банку. Вы хотели сказать и банки? Я же тебе все рассказал, банка здесь одна. Послушайте, пожалуйста, послушайте меня, уважаемый. Дайте мне, пожалуйста, ему помочь. А наша больница обеспечит вам и всей вашей семье лечение на лучшем уровне с абсолютно бесплатной медициной. Бесплатно? Абсолютно. Класс! Это что ж получается? Иван Иванович, благодаря вам и вашей ноге реформа сдвинулась с места. Доктор, нужно сначала посидеть, попить чайку с печеньками, телевизор посмотреть, да? А он подождет. Дорогие украинцы, спешу вас обрадовать. После реформования МРЭО переоформление транспортных средств у вас займет не более 15 минут. Доктор, начинайте, у вас сегодня будет еще один клиент. Я пошел переоформлять. Хапай, Нокия 3 на Андроид в Комфе за 389 гривен на месяц. Алло, здравствуйте. Вас приветствует Доля Кабель. Меня зовут Станислав. Как я могу к вам обращаться? Скажите, а когда вам удобно будет перезвонить? Как обычно, перезвонить через час. Ну ты, конечно, приколист. Когда вам удобно будет перезвонить? Смотри, как надо. Вас приветствует Доля Кабель. У нас акция. При подключении трехканалов вы получаете пять подарок. Оплачиваете один месяц и получаете пакет плюс. Круто. Да пакет плюс дослушали. Это я шестой раз ему за день звоню. Красава ты, красава. Наконец-то! Отключите! Отключите меня от вашего Кабельного. Пожалуйста, умоляю. Какая причина? Единственное, что меня держит на этой земле, это договор с вами. Я к деду хочу. Пожалуйста, отключите. А у вас интернет или кабельное? У меня уже пять лет, ни того, ни другого нету. Я вас в те годы искала. Вы же меня и на том свете достанете. Бабулечка, пойдемте, я вас отведу в комнату для работы с клиентами. Как она нас нашла, я не понимаю. Пойдемте. Ой, пожалуйста. Ага. Ну вот я вас и нашел, гады. Станислав! Станислав! А я тебя таким себе и представлял. Только мертвым. Ну, что, Стасик, готов? К чему? К путешествию. Куда? В вас! Слышишь ты? Слышишь ты меня сюда? Слышу. Что? Что такое? Тебе не нравится? У нас сейчас бесплатное подключение к аду. Нет, я не готов. Может, кого-то из друзей посоветуйте? Вы же не собираетесь меня убивать? Конечно, нет. Что ты? Я просто хочу поговорить. Тебе же платят за то, что ты разговариваешь с клиентами. Вот и мы сейчас с тобой просто поговорим. Наконец-то, может, ты мне откроешь секрет? Какой секрет? Ну, тот самый суперсекрет, который пытается разгадать все человечество. Как вы, гады, ко мне дозваниваетесь, а? Я 20 телефонов сменил. И семье все телефоны поменял. Я семью сменил. Вы единственные, кто дозванивается мне в метро. А знаешь, почему я пришел сегодня? Нет. Потому что ты дозвонился мне на выключенный телефон без батареи. Не убивайте, пожалуйста. Не убивайте. Не убивайте. А помнишь, что я тебе сказал, когда ты позвонил мне в 3 часа ночи? Помню. Что? Что засудите мне трубку. И потом что сделаю? И будете сводить, пока я не отвечу. Вот и не обижайся. Я сейчас полицию вызову. Позицию ты вызовешь. Давай, вызывай. Давай. Я не помню номер полиции. Значит, ты помнишь мой телефон? Моей жены? Моего соседа? Моей собаки? А полиции ты не помнишь? Нет. 102. Я тебе сам наберу. Да, спасибо. Давай. Алло, здравствуйте. Вас приветствует Деля Кабель. Нет, это не акция. Помогите, меня хотят убить. Нет, если меня убьют, вы не получите, мадем. Здравствуйте, это Деля Кабель. Здравствуйте, это Деля Кабель. Вы тут биороботы, что ли? Ну все, капец тебе. Я не понимаю, вы что, всем по очереди звоните? Нет, не всем. У нас есть черный список, кому звонить нельзя. И кто же входит в этот черный список? Те, у кого зарегистрировано огнестрельное оружие. Это хорошо, что я свой не регистрировал. 45-й калибр запрещен. Ну все, молись. Стойте, если вы меня убьете, как же я вас отключу? А ты хитрый. Давай отключай, быстро. Я так не могу, мне надо официально принять заявку по телефону. Телефон быстро! Больше. Дальше. 666, 666, 666. Почему я не удивлен? Давай сюда. Алло! Здравствуйте, вас приветствует Деля Кабель. Если вы хотите подключиться к нам, нажмите 1. Если вы хотите отключиться, нажмите 11354 умножить на 247, видите полученный результат из 17 цифр. Давно хотел спросить, что это у вас за мелодия все время играет? Это лунная соната, она очень успокаивает клиентов. Кого она у нас подвоила? Хоть одного человека покажи мне! К сожалению, все операторы заняты. Что значит заняты? Вот же сидит передо мной, сопли жуёт. Давай отключай меня. Я не могу вас отключить, у вас долг. Какой долг? У меня всё оплачено. Вы, наверное, сразу с долгом подключились по акции. Где это написано? В договоре-то написано. В каком договоре? Покажи мне, где это написано, а? Вот там внизу мелким, ну, очень мелким, вот тут, смотрите, вот, видите? Я не вижу! Там подогреть надо. Да нету здесь ничего! Всё, как ты! Сасян, чаёк будешь! Ну-ка, стоять! Ты кто такой? Ну-ка, скажи свою коронную фразу. Иди сюда. Здравствуйте, это Доля Кабель. Антон! Ай, Антоша! Дорогой ты мой человек! Один, два, три, четыре, пять! Что тут вы делаете? Я оцениваю работу оператора! По пятибольной системе! Я тебе только что пять поставил! Почему же ты не раб? А помнишь? Помнишь, что ты мне сказал, когда я позвонил тебе и попросил отключить меня? Что не отключу. А я что сказал? Что найдёте меня. А ты что сказал? Что не найдёте. А ты знаешь, сколько денег с меня сняли за этот тупой разговор в роуминге! Вы что, не понимаете, что ли? Да я готов в тюрьму обратно вернуться, только потому, что там нету вашего доля кабеля. А, уже есть. Мы вчера по акции все тюрьмы подключили. И психбольницы. Да. Вы хотите сказать, что мне сегодня некуда идти? Всё. Всё, отключил, отключил, отключил! Алло. Алло, добрый день, это доля кабеля. А я смотрю, вы отключились. А вам дорого платить? А какая с вами будет удобная? Как зовут тебя, смертник? Спасибо за вопрос. Меня зовут Олег. Олежка, я найду тебя. Не найдёте. А я говорю, найду. А я говорю, не найдёте. А я говорю, найду. А я говорю, не найдёте. А я говорю, нашёл. Беги. Стоять! Стоять! Термінова новина. Сьогодні керівництво Укравтодору через невідомі причини в повному складі не вийшло на роботу. Телефони не відповідають. Місце перебування чиновників невідоме. Ми і далі стежитимемо за розвитком подій. О! Місце! Проснувся? Місце! Где я? Ви в секретном гараже. В каком гараже? А в таком гараже, в котором я ремонтирую ходовую пять раз в год после ваших дорог. А где я был? Да тут недалеко. В коме. Инсульт. Не, бейсбол. Хорошая игра. Хорошая игра. Слухай, ты посиди пока. А мне надо позвонить. Никуда не уходи. Хорошо? Молодец. Алло, поліція? Директор Автодора у меня в заложниках. Помогите! Закрой рот. Так вот, а, мои требования? Да такие же, как и у всей Украины. Сделайте нормальные дороги. Все, жду. Вы террорист? Я? Да вы что? Неужели это из-за меня миллионам людей искалечили машины? Поймите, там не все так просто. Да я все понимаю. Во-первых, очень сложные климатические условия. Да. Вот. Некачественные материалы. Да. Неправильное использование дорог. Да. Может тебе ноги сломать, а? Нет. Да. Нет, пожалуйста, не надо. Почему? Как вы меня нашли? Да это было не сложно. Только к тебе идет шестиполосная дорога. С разметкой. Знаками, подогревом и даже крышей над дорогой. А вы кто? Я? Я мечта всех водителей Украины. И твой страшный сон. Вы что, меня убьете? Ну что вы такое говорите? Ты так легко у меня не отмажешься. Я приглашаю тебя в увлекательное путешествие украинскими дорогами. И для начала мы поедем в Крапивницкий. Куда? Кировоград. Нет, 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 пожалуйста, нет. Ну, пожалуйста, можем поехать в Кривой Рог. Нет, только не туда. Ну, можем в Сумы. Один хрен дорог нигде нету. Откуда вы это знаете? Я дальнобойщик. Бывший. А знаешь, почему я бывший? А угадай, где моя фура? Поломалась? Провалилась. Под лед. Под асфальт. Я очень сочувствую, но если вам надо куда-то ехать, у меня есть вертолет. Я знаю. У тебя по декларации есть и вертолет, и самолет. У тебя все есть. Только совести у тебя нету. Вот и дорог у нас нету. Что это за провода? Это что, электрический стул? Нет, это круче. Это первый в мире симулятор украинских дорог. И у него даже есть два режима. Первый и... Твою мать! Ну что, какой попробуем? Я так и думал. Поехали! И долго мне так ехать? Ну, еще километров четыреста семьдесят. Ну, только пиволицкого жми меньше. Так мы же еще по Киеву едем. Перед вами проспект Глушкова. Так мы же его недавно отремонтировали. Прикинь! Едем дальше. Ай! Больно? Да. Это люк. Пожалуйста, не делайте так больше. Вот и мы просим, не делайте так больше. А вы же нет. Ай, больно! А это был открытый люк. Тебе еще повезло, что подушка безопасности не сработала. А нет! Кто поймет эту технику, взяла и сработала. Не спать, здесь же дерево! Ааа! Какое дерево? Откуда? Какое самое главное дерево, которое вы вставляете в открытие люки? Ааа! Пожалуйста, мы так больше не будем. Да? Ну, ладно. Спасибо. Спасибо, мы уже приехали. Я поздравляю вас. Вы прошли первый уровень. Это была имитация автомобиля типа джип. А сейчас мы пересядем в автомобиль, на котором ездит большая половина Украины. Добро пожаловать в Деуланов! Пожалуйста, не надо. Надо. Да. Я даже дверку за вами закрою. О, ай! Ой, простите, не закрылось. О, ай! Черт, и со второй попытки почему-то... А, черт, с тобой поедешь с открытой. Можно я хотя бы в туалет сначала схожу? Нельзя! Мы же в пробке стоим. А знаешь, почему пробка? Ремонт дороги в понедельник утром в час пик. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наверное, ждут дождь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это у них называется подготовительный период. АПЛОДИСМЕНТЫ Может продлиться до двух недель. Но мы так долго ждать не можем, поэтому едем дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Не очень. По-моему, отлично. Мне так кажется. Едем, едем, едем. Поехали, поехали, поехали. ОПА! Шулявский мост обвалился. Когда же мы на трассу-то выйдем уже? Да мы вот уже выезжаем, выезжаем. Вот она трасса. Ну вот видите, нормальная же дорога. Да, автобан. Недолго музыка играла, да? Ну вот опять нормальная дорога, видите же? Ага. А-а-а! Что такое? Это поворот на Кировоград. Предупреждать же надо. Вот и мы просим предупреждать. Ставьте знаки на опасных поворотах, а не венки. Поехали, поехали, поехали. Едем, 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 едем. А-а-а! Что случилось? Я что, умер? Да нет, просто наступила ночь. Но ночью нужно ехать очень осторожно. Потому что мало ли что там на дороге. Все, что угодно там может быть. Может, даже ремонтная техника без всяких опознавательных знаков. Бывает, едешь так, а тут техника, и ты как? Но ведь у машины должны быть фары. Это правда. Ну, мне кажется, что и вдоль дорог должны быть фонари. Или лучше их сделать под глазами. А, давай! Нет, пожалуйста, вы же видели, там знак ремонт дороги. Да, там есть знак ремонт дороги. Но в таком месте... Как бы это слово подобрать? Давай я лучше тебе в это место лопату засуну. Нет, нет. Помогите! Быстро вы меня нашли. Здесь держит директор автодора. Все, я сдаюсь. Спасибо вам. Мы не к вам. Спасибо. За что? За что? Четыре приуса угробили. Ну, вы же должны помогать людям. Точно! Точно. А давайте мы вам нашу дубинку оставим. Не надо, у меня своя. Извините, пожалуйста. Там еще водители скорой помощи, троллейбусов, пожарных. Ну, всем не терпите получить порцию удовольствия. Я всех понимаю. Всех примем. Все. Зовите. Отлично. А ты молись. Я атеист. По нашим дорогам оно и видно. По-моему, только в Украине каждый второй, нет. Каждый водитель мечтает прокатить чиновника автодора на велике без седла. Это тебе от водителей скорых. Здрасте. О, отлично! По-моему, только в Украине стадо коров, проходящее через дорогу, залатывает больше ям, чем Украфтодор. Это тебе от водителей приусов. О, отлично! И, по-моему, только в Украине самая лучшая дорога – это брусчатка, вымощенная еще в 18 веке. Ребята, вы не охренели? Это тебе от всех нас, от водителей Украины! Дизель Жоу! Ходи давай. Так, а я вот так вот. Так, а вот так. Алло, Жек! Да, Шевченко 3, что там у вас? Трубу прорвало? Ну, выехала к вам бригада уже, да. Два дня назад выехала. Ну, в пробке, значит, стоит. Вы видели, какие в Киеве пробки из-за того, что мы трубы меняем? Да, все, хорошо, ждите. Счастливо. А вот я. Отбой. Алло, Шевченко 3, да я же вам сказал. Едут к вам уже, да. Все, ждите. Приехали? Заехать во двор не могут. Почему? Какие-то дебилы двор перекопали? Кто? А, мы? Короче, сейчас приедет другая бригада, закопает вам все, и эта бригада заедет. Понятно? Все, счастливо. И вообще, звоните ему, Кратадор. Отбой. Да что ж такое, поиграть нормально не дадут. Алло, Шевченко 3, выехала к вам бригада, ну, едет уже, ну, потерпеть не можете день, два, три, четыре, пять? Не надо так спешить, чтоб губы не обветрились. Шевченко 3 само к вам приехала. А, не, мы просто вернулись сейчас за инструментом, поэтому... Ага. Так а где же инструмент? Инструмент... В магазине. В магазине, да. Стоять! Никто никуда не уйдет, пока у меня не появится вода. Ну, рассказывайте, почему это мы не едем на Шевченко 3, а? Хотят... Нам наш шеф сказал без него ничего не делать, потому что мы рукопопы и все там напортачим. А ваш шеф не дурак. А где он сам? Ушел. Далеко? В Испанию. В отпуск. Ух ты, а неплохо он у вас зарабатывает. Он там удачно новые трубы какие-то продал. А, это не надо было говорить. То есть, это вы все сами рукожопы натворили, да? Да, нет, мы выполняли распоряжение мэра, четко шли по его программе. А, то есть, это программа мэра? Да. О, тогда и мы пойдем по программе мэра. Только не по этой, а по той старой, в которой у него все получалось. Сейчас. Это. Сейчас я буду задавать вам вопросы и ждать на них правильных ответов. Ух ты, викторина! Ну да, викторина. А если вы будете давать неправильные ответы, то вы будете получать... По баллу? И по баллу вы тоже будете получать. Ну что, готовы? Ну такое. Тогда первый вопрос. За что? Это гонг. Во всех таких передачах есть гонг. Итак, вопрос номер один. Почему я все лето моюсь холодной водой? Закалялись. Неправильный ответ. Твой вариант. Я думаю, потому что у вас не было горячей воды. А ты хитер. Да, поэтому я старший сантехник. Ну что ж, тогда вопрос к тебе. Почему у меня не было горячей воды? Закончилось. Ну, теперь твой ответ. А скажите, в этой замечательной игре есть переход хода? Да, ты молодец. Ну, допустим. Тогда отвечает мой коллега. Ну, и как вы мне предлагаете мыться без горячей воды? В речке. Вариант Б, вариант Б. Ну ладно, вариант Б. Умные люди поставили себе бойлер. Я сейчас тупым назвал, да? Да. Вообще-то я поставил себе бойлер. Но он же не включается. Так это в розеточку надо было его... Ты меня сейчас тупым называешь? Я все включил. Но у нас же света нету. Как? Потому что какие-то придурки рыли трубы и повредили главный электрокабель. Так это не мы, это облэнерго. Ну за что? Просто ненавижу слово облэнерго. Ну я им дозвонился. Да вы что? Да, и они даже приехали. Серьезно? Только во двор они не смогли заехать. Знаешь почему? Почему? Потому что весь двор нахрен перекопан. Мы же всех предупреждали. Мы на подъезде повесили объявление, что будет вестись плановая замена труб. Так а че ж вы ничего не сделали? Как ничего не сделали? Мы поменяли трубы. Старые достали, новые засунули. Только вот когда мы новые засовывали, мы их экскаватором повредили. Так а че ж вы не поменяли их? Мы хотели поменять, но просто кто-то новые трубы прод... Короче, пропали у нас трубы новые. И мы решили старую туда засунуть. Ну если засунули, че ж вы воду-то не включили? Как не включили? Мы сразу дали максимальное давление. Труба старая не выдержала. И как? Бах! Блин! Ё-моё! Я теперь понял, почему у меня три дня фонтан шпунделяет. Фонтан? Угу. Поющий, как Винница. А кто на открытии пел? Слушай, чувак, я устал. Давай сам, а? А так можно, да? Конечно! Круто! Я теперь понял, че ты старший. У меня один вопрос. Ничего, что я без перчатки? Вот хуже уже. Угу, угу. А че вы вообще туда полезли, если все работало? Да как же! Мы выполняем распоряжение мэра. Улучшаем качество воды. Ах, вот оно что! Понятно. Слушай, у меня как раз есть вода из моего крана. Ну и как? Улучшили? Мэр сказал, что вода соответствует сантехническим нормам. О! А мэр врать не может? Нет, наверное. Ну тогда пей! А может я лучше еще раз? Не-не-не-не-не-не, это слишком просто. Давай, пей! А может ее сначала через марлю процедить, а? Это она после угольной фильтрации. Давай. А если я помру? Самое страшное не то, что ты помрешь, а то, что тебя даже обмыть после смерти не получится. Пей давай. Все, 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 успокойся. Старший, успокойся. На, водички попей. Расслабься. А ну стой! Опять без меня бухаете? И опять какой-то шмурдяк, ну. Сейчас попробую. А не, в этот раз что-то благородное. Кто такой? Работать у нас собираешься? Я-то? Нет. Я у вас ничего тут не собираюсь делать. У нашего полку прибыло. У нас тут никто ничего никогда не делал. А вы, простите, кто будете? А я главный бухгалтер. А что, какие-то проблемы? Подождите, это вы платежки выписываете? Ну я, шо? У-у-у! Таран-таран-таран! Вас-то мне и нужно! Ты закончил, танцор? А то мне на обед пора. Я быстро. Вот это вот. Посмотрите, пожалуйста. Что такое? Это? Счет за воду. За какую нахрен воду? За нахрен холодную и нахрен горячую. Откуда я знаю, какую ты себе воду нахрен льешь? Я, знаете ли, никакую нахрен себе не лью. Ни холодную, ни горячую. У меня нахрен никакой нету. Ой-ой-ой-ой. Что? Какая досадная ошибка. О-о-о! Вы еще и признаете свои ошибки! Ура! Что-то изменилось! А вот теперь правильно. Что это? Ну как что? Налог за лишние квадратные метры. За какие-то нахрен лишние в 36 нахрен общих. Вы чего, ЖКХ? Вообще фонарели? Все! До свидания, ЖКХ! Меня больше не существует для вашей структуры. Я тебе завтра пришлю дубликат со штрафом за просроченный платеж и за порчу документа. Понял? Нет, ЖКХ, это ты не понял. Я больницу победил, я долюкабель победил, я укравтодор победил, и тебя, ЖКХ, победю. Или правильно, побежу. Как правильно? Никто не помнит. Никуда ты не побежишь. Ох, ух ты ж! Эй, нет, меня так просто не возьмешь. Что, подвела старенькая труба, да? Да не, вроде новая. Старая вот. Старая? Хребчая. Ой, ЖКХ он надумал победить. В нашей стране ЖКХ непобедимо. Эй, ты! Быстрее вставающий напарника, берете это тело и заткнуть фонтан на Шевченко-3! Немедленно! Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Дизель-шоу. На наши концерты не требуют визы. Дизель-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри мне эфира. Без тебя! Субтитры сделал DimaTorzok